В начале заседания глава Кабмина поздравил вновь назначенного на должность главы администрации города Цхинвал Алана Габараева и пожелал ему плодотворной работы. Уверен, вы справитесь, сказал премьер. Кабмина освободил от занимаемой должности первого заместителя главы администрации города Цхинвала Эдуарда Зузьева. Новым заместителем стал Николай Гоглоев, ранее занимавший должность помощника президента. Южная Осетия начнет экспортировать отдельные виды пиломатериалов из древесины бука. Соответствующие постановления принято правительством республики. Глава Кабмина Константин Джусуев подчеркнул, что проект разработан в целях развития деревообрабатывающей отрасли. Как отметил Джусуев, в области лесопереработки долгое время оставалось в стагнации. Принятые решения позволят поддержать местных предпринимателей, работающих в сфере лесозаготовок и открыть около 140 новых рабочих мест, в том числе и в селах. Дюсуев указал на необходимость сохранения экологического равновесия, использовать лесные ресурсы рационально и планомерно. Министр экономического развития Сармат Кутаев отметил, что уже в этом году планируется экспортировать 2,5 тысячи кубометров продукции из древесины. В данном случае не идет речь о том, чтобы разрешить к экспорту необработанную древесину. Считаем, что это поможет отрасли выйти на новый качественный уровень и стать одним из локомотивов экономического развития. Общий запас древесины бука в республике составляет более 18 миллионов кубометров и он будет использован для развития отрасли, заключил Кутаев. При разработке вот этого постановления мы очень тесно общались именно с представителями отрасли. Ребятами, которые сегодня занимаются в этом деле, они рассматривают это как дорогу в жизнь для себя. И в данном случае, что очень важно, что этот шаг позволит создать новые рабочие места именно на селе. Министр экономического развития Сармат Кутаев подчеркнул, что проект постановления также направлен на развитие внешнеэкономической деятельности республики. И сегодня же правительство выделило финансовые средства двум жителям Цхинвала, имущество которых пострадало в результате стихийного бедствия этим летом. Зарина Кочиева, Айда Кочиева, информационный выпуск сегодня.